Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Устюгова. Я являюсь сертифицированным тренером ADOP и преподаю в центре специалист при МГТУ имени Баумана. Сегодня мы с вами разберем тему, как рисовать прямые линии в программе Photoshop. Для начала подготовим чистый новый документ. Затем есть несколько способов, как провести линию. Первый – это обычная кисточка. Найдем этот инструмент на панельке, примерно в серединке. Вы можете вызвать его просто щелчком, либо в дальнейшем пользователь горячей клавиши – это буковка B в любой раскладке. И, соответственно, если вдруг у вас из этой подгруппы выбрался какой-то другой инструмент, а вам нужна именно кисточка, зажмите клавишу SHIFT и понажимаете буковку B несколько раз. Инструмент будет перебираться. Перед проведением линии зададим настройки. Первое, что нужно сделать – это открыть окно с параметрами. Для этого сверху развернем небольшую область, где зададим размер кисти. Подбирайте, исходя из размеров вашего документа, я задам 20 пикселей. После этого подбираем жесткость. Значение 0% дает очень сглаженный край линии, поэтому советую поставить жесткость побольше. После этого закроем данное окно, нажав на клавишу ENTER или можно сразу приступать к рисованию. В дальнейшем вызываете данное окошечко с помощью правой кнопки мыши. Закрываете также либо клавишей ENTER, либо, если это окно выскочило случайно, то клавишей SK. Закрепим последовательность действий. Вы можете пользоваться при рисовании либо инструментом кисть, либо карандаш. Разница лишь в том, что у карандаша жесткость всегда максимальная, то есть сглаживания краешков линии не будет. Далее мы задали параметры кисти, выполнив клик правой кнопкой мыши, поменяли размер и жесткость. Советую вставлять не сильно большие значения размера, а жесткость лучше побольше, как раз таки 100%. После этого закрываем окошечко ENTER и приступаем к рисованию линий. Приступим к рисованию. Если провести линию от руки, даже очень стараясь, она будет далека от идеала. Для того, чтобы результат получился замечательным, в продакте удерживайте клавишу SHIFT. Работает это так. Сначала мы делаем щелчок левой кнопки мыши, зажимаем клавишу SHIFT и, не отпуская данную кнопку, проводим линию. Именно в таком порядке. Сначала делаем клик, зажимаем SHIFT, ведем линию. Дело в том, что если постоянно удерживать клавишу SHIFT, мы получим не строго горизонтальную или вертикальную линию, а ломаную. И выглядеть это будет так. Делаю щелчок, зажимаю SHIFT и, не отпуская, выполняю клики. Точки соединяются по прямой. Следующий момент. Если мы собираемся провести вертикальную линию, точно так же клик, SHIFT, ведем в нужном направлении. Для быстрого изменения параметров инструмента пользуйтесь квадратными скобками для изменения жесткости сочетанием SHIFT и квадратные скобочки. Итак, для того, чтобы провести строго горизонтальную или вертикальную линию, сначала вы делаете щелчок мышкой, затем зажимаете и удерживаете клавишу SHIFT и проводите отрезок горизонтальный или вертикальный. После рисования отрезка SHIFT нужно отпустить и повторить заново. Опять клик, зажать SHIFT, провести линию, отпустить SHIFT. Если SHIFT удерживает постоянно, то линия будет получаться ломаная. То есть щелчки мыши будут соединяться по прямой. В процессе рисования инструментом кисти у вас могут возникнуть следующие сложности. Например, линию нужно сделать немножко тоньше, может быть длиннее. Возможно передвинуть какие-то вершинки ломаной линии. И, к сожалению, это вам не удастся. Для решения всех вышеперечисленных проблем лучше пользоваться двумя инструментами. Это перо или линия. Для начала перед использованием этих инструментов выполним заливку в белый цвет, чтобы нам ничего не мешало. Для этого заходим в меню редактирования, выполнить заливку. Проверьте, что выбран именно белый цвет. Режим наложения нормальный, непрозрачный 100%. И нажимаем ОК. Начнем, собственно, с инструмента линия. Он находится в подгруппе векторных инструментов. В нижней части панели. Возможно, сразу на панельке вы этот значок и не увидите. Чаще всего по умолчанию здесь отображается именно прямоугольник. Поэтому будьте внимательны. Сначала разверните подгруппу и сделайте щелчок по инструменту линия. После этого обязательно проверьте настройки. В верхней части в выпадающем списке необходимо выполнить выбор режима работы. Сделаем их всего три. Это фигуры, контур и пиксел. Фигура позволит вам изменить в процессе работы цвет, поменять вершинки, изменить кривизну сегмента. Будет создан отдельный слой. Контур это вспомогательный инструмент, который отображается в специальной панельке контуры и на картинке при сохранении не виден. И обычная заливка пиксельная. С нее мы начнем. Выбираем режим пиксел. После этого указываем ширину линии. Для этого вбиваем в окошечко необходимое значение и сразу переходим к рисованию линии. Для этого нажимаем левую кнопку мыши, не отпуская, оттягиваем отрезок нужной длины. Готова наша линия. Если она должна быть строго горизонтальной или вертикальной, по аналогии, как при работе с кисточкой, мы используем shift. Итак, провожу отрезок. В процессе необходимо, например, сделать его строго горизонтальным или вертикальным. И вот, кстати, большой плюс. Пока вы мышку не отпустили, отрезок еще, так скажем, не проведен, вы можете зажать shift и программа его выровнят. Строго по горизонтали, по вертикали или даже под углом 45 градусов. Давайте попробуем еще раз. Проводим линию. Пока еще не закончили рисовать в процессе. Зажали shift, подобрали нужное направление и отпустили. Правда, такая линия тоже получается растровая. Изменить, например, ее параметры, к сожалению, также не удастся. Поэтому в дальнейшем, если вы захотите именно поработать с вершинками этой линии, задать другие настройки, то лучше, конечно, выбирать не режим пикселы, а, например, контур или фигуру. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит в режиме фигуры. Переключились данный режим. Точно так же создаем линию. Ну, если хотим в процессе, держим shift, отпускаем. Вроде бы разница не особо заметна, но существенное отличие проявит себя в панели слои. Наши предыдущие линии были просто растровой заливкой, которая хранится сейчас на фоновом слое. Новая линия, которую мы провели, для нее программа создала отдельный слой, который называется слой фигуры. И в дальнейшем такую линию можно будет отредактировать. Для этого можно будет пользоваться инструментами выделения контура и выделения узла. Закрепим работу с инструментом. Линия. Нашли инструмент. Сверху в параметрах выбрали режим работы пиксела, задали толщину, необходимую для работы, и провели отрезок. Если необходима горизонтальная вертикальная линия или под углом 45 градусов, удерживайте клавишу shift. Один из самых удобных способов рисования линии, это используя инструмент перо. Найдем его на панельке инструментов. Первая кнопочка из выпадающего списка. Проверяем режим работы инструмента. После этого можно сразу переходить к процессу рисования линии. Делаю раз щелчок, два щелчок. Photoshop соединяет эти две точки прямым отрезком. Можно продолжать делать клики и программа продолжит рисовать линию автоматически. В процессе вы также можете удерживать клавишу shift для рисования строк горизонтальных или вертикальных сегментов кривой. Но то, что мы с вами получаем, это именно контур, то есть помогательный объект, который не будет отображаться на итоговом изображении. И чтобы все-таки линия была видна, нам необходимо выполнить ее обводку. И вот тут возникает маленький нюанс. Иногда прямо в процессе работы контур исчезает. И если вдруг у вас именно такая ситуация в данный момент, вы можете легко вернуть нарисованный контур, но для этого нужно вызвать специальную панель, которая так и называется «Контуры». Вы можете ее найти справа. Есть отдельная вкладочка, либо если ее там нет, заходим в меню «Окно» и находим «Контуры». Наша линия хранится в отдельном рабочем контуре. И, соответственно, если вдруг она у вас пропала, это всего-навсего слетело выделение с рабочего контура. Сделайте по нему еще один щелчок, и все вернется на исходную позицию. После этого выполняем обводку. Но перед этим такой важен еще один нюанс. Нам необходимо задать параметры инструмента, параметры обводки, которые получатся. Для этого мы берем сначала инструмент «Кисточка», в серединке панели инструментов делаем клик правой кнопкой мыши и задаем параметры. Необходимая толщина обводки и жесткость, например, задам 20 пикселей. После этого жесткость, допустим, 100 максимальная. И можно даже выбрать форму кисти. Я пока остановлюсь на обычной круглой. После этого нажимаю «Энтер». Помимо этого, задайте цвет на панельке инструментов. Верхний квадратик откроет панель выбора цвета, где мы делаем щелчок по нужному оттенку. Нажимаем «Ок». Ну а теперь можно переходить к обводке. Выполняем клик правой кнопкой мыши по рабочему контуру. И выбираем «Выполнить обводку контура». В появившемся окошке выбираем нужный инструмент. Ну, собственно, мы настраивали параметры кисти, поэтому остановимся именно на нем. Но в дальнейшем, конечно, можно выбрать и что-либо иное из этого списка. Нажимаем «Ок». Обводка готова. Для работы с инструментом перо также сначала находим данный инструмент. В параметрах выбираем режим работы «Контур» и приступаем к рисованию линии. Выполняем щелчки, которые программа соединяет по прямой. Если отрезки необходимо провести по горизонтали, по вертикали, также зажимаем клавишу «Shift» в процессе рисования. Для того, чтобы выполнить обводку контура, необходимо вначале задать параметры кисти. Например, задать толщину и жесткость. Ну и, конечно же, цвет. Для этого выбираем инструмент «Кисть», правый щелчок по документу и все необходимые опции. И только после этого мы переходим к обводке. Открываем панель «Контура», находим «Наш». Делаем по рабочему контуру клик правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбираем операцию «Выполнить обводку контура». В выпадающем списке указываем нужный инструмент, то есть кисточка и «Ок». Дорогие друзья, надеюсь, данный урок был вам полезен. В следующем уроке мы разберем, как рисовать стрелки. Ну и, собственно, успехов и удачи. И ждем вас на наших курсах.